Улица Воловая в Москве Одна из тех, которую проезжаешь, не оглядываясь по сторонам. Следов далекой старины тут не сохранилось. Вокруг типовая советская застройка 50-х годов 20-го века. Но на одно сооружение мы все же обратим внимание. В 1879 году на Зацепском валу, так именовалась тогда улица Воловая, появилось новое здание. Принадлежало оно некоему Ивану Дмитриевичу Сытину. Сюда, в новые просторные помещения, он перевез из Дорогомилова маленькую литографическую мастерскую. А еще три года назад мальчик на побегушках купца Шарапова, Иван Сытин, был никому неизвестен. Использовав приданное жены и взяв деньги в долг, он основал типографию, которая в будущем станет ведущим полиграфическим предприятием страны. Не имея высшего образования, Сытин обладал гениальным деловым чутьем. Вскоре он стал самым известным издателем страны. В 1905 году типография стала одним из центров декабрьского вооруженного восстания в Москве. Взбунтовавшиеся рабочие подожгли здание. Сегодня на рассвете сгорела типография Сытина на Воловой улице. Типография эта представляет огромное роскошное по архитектуре здание, выходившее на три улицы. Со своими машинами она оценивалась в миллион рублей, писали газеты тех лет. Год спустя Сытин заново отстроил типографию, и она приобрела свой нынешний облик. Помимо типографии на Воловой, Сытин открыл издательство на Тверской. При строительстве здания в стиле модерн архитектор Эрихсон использовал достижения строительной техники того времени. Железобетонные перекрытия, опирающиеся на металлические балки и несущие конструкции. Парадный фасад украшен венецианскими прямоугольными и круглыми окнами. Дополняют внешнее оформление израстцовый фриз, лепные женские маски и узорные решетки балконов, выполненные по эскизам художника Ильи Билибина. Нижние этажи занимали ювелирная фирма «Реноме» и книжный магазин Сытина. На втором и третьем располагалась редакция газеты «Русское слово», а на четвертом – квартира самого Сытина. В 1918 году «Русское слово» закрыли, а в доме разместились редакции газет «Известия в ЦИК» и «Правда». При реконструкции улицы Горького бывшее владение Сытина передвинули на 33 метра от угла Пушкинской площади. На этой фотографии здание находится еще на своем прежнем месте. После революции производство Сытина было национализировано. Но судьба самого издателя сложилась нетипично для царских миллионеров. При новом правительстве он продолжил заниматься любимым делом. Типография на Валовой стала именоваться «Первой образцовой». А вот издательству на Тверской повезло меньше. О том, что здесь когда-то находилось ведущее издательство страны, сегодня напоминает лишь скромная табличка. Субтитры создавал DimaTorzok